Белак как молоко, румяна как кровь. Итальянская народная сказка из собрания Итала Кальвина. Как-то раз один принц сидел за столом и завтракал. Разрезая сыр, он поранил себе палец. Увидел алые капли крови на белом куске сыра и говорит матери, мама, как бы я хотел, чтобы жена у меня была белак как молоко, из которого сделан этот сыр. И румяна как кровь. Сын мой, что белое, то не красное, а что красное, то не белое. Поищи, может, и найдешь такую. И принц отправился в путь. Шел он, шел и повстречал какую-то женщину. Та и спрашивает, куда идешь, юноша? И нет, женщина, тебе я этого не скажу. Спустя некоторое время принц встретил дряхлого старика. Куда идешь, юноша? Ты умудрен годами, знаешь больше меня. Тебе я все скажу. Я ищу ту, что бела как молоко и румяна как кровь. Что белое, сын мой, то не красное, а что красное, то не белое, ответил ему старик. Ну вот тебе три граната, разломи их у ручья, и ты увидишь, что из этого получится. Подошел принц к ручью и разломил один гранат. Из него появилась прекрасная девушка, белая как молоко и румяная как кровь. О, злотокудрый сын короля, дай мне воды, погибаю я. Юноша зачерпнул воды и в пригоршне протянул девушке, но красавица уже умерла. Он разломил второй гранат. Опять появилась прекрасная девушка и говорит принцу. О, злотокудрый сын короля, дай мне воды, погибаю я. Принц бросился к воде, но когда протянул ее девушке, та уже умерла. Тогда он разломил третий гранат. Появилась девушка прекраснее первых двух. Она была совсем ногая, в чем мать родила. Принц не стал ждать, пока она попросит пить. Брызнул ей водой в лицо, и девушка осталась жива. Он снял плащ, набросил ей на плечи и сказал. Заберись пока на это дерево, а я схожу за одеждой для тебя и за каретой, которая отвезет нас во дворец. Принц ушел, а девушка осталась на дереве у ручья. К этому ручью каждый день приходила за водой поганая сарацинка. Склонилась она за водой с кувшином и увидела отражение прекрасной девушки. Ах, как прекрасна я собой! Зачем меня гоняют за водой? И сарацинка швырнула кувшин о камне. Домой вернулась она без воды. Ах ты, поганая сарацинка, да как ты смела вернуться домой без кувшина и без воды! Встретила ее хозяйка. Сарацинке пришлось взять другой кувшин и снова идти за водой. В ручье она снова увидела прекрасное отражение и снова проговорила. Ах, как прекрасна я собой! Зачем меня гоняют за водой? И швырнула кувшин о камне. Хозяйка снова ее вырубила и прогнала за водой. Служанка пошла. Ну и на этот раз разбил кувшин девушка на дереве. Долго наблюдала за сарацинкой, но тут не выдержала и рассмеялась. Та подняла глаза и увидела в ветвях дерева прекрасную девушку. Это, по вашей милости, я разбила три кувшина. Однако вы на самом деле прекрасны. Слезьте на землю, я расчешу вам волосы. Девушка не хотела спускаться, но поганая сарацинка ее уговаривала. Слезьте на землю, я расчешу вам волосы, и вы станете еще прекраснее. Девушка слезла. Сарацинка распустила ей волосы, увидела в них шпильку, схватила ее и уколола девушку в ухо. На землю упала капля крови, а девушка умерла. Но капля крови превратилась в голубку. Голубка взмахнула крыльями и улетела. А поганая сарацинка взобралась на дерево. Вскоре к дереву подъехал в карете принц. Он увидел сарацинку и воскликнул. Ты была бела, как молоко, и румяна, как кровь. Почему ты стала так черна и уродлива? А уродливая сарацинка в ответ. Я на солнце сидела, да черна загорела. А принц говорит. Ну, у тебя и голос изменился. Ветер северный был, голос мой изменил, отвечает сарацинка. А принц говорит. Ну, ты была так прекрасна, а теперь так погана. Мимо брись пролетал. Красоту мою взял, отвечает сарацинка. И вот принц посадил ее в карету и отвез во дворец. С того времени, как поганая сарацинка стала женой принца и поселилась во дворце, каждое утро на открытое окно кухня прилетала голубка и спрашивала повара. О, повар, повар из кухни людской. Чем занят король с сарацинкой злой? Едят, пьют и спят, отвечал повар. Хлеб размочи, покроши на окно. Перышко дам, золотое оно. Голубка склевывала хлеб и оставляла повару золотые перышки. Через некоторое время повар решил, что должен обо всем рассказать принцу. Принц выслушал повара и говорит, завтра, когда прилетит голубка, поймай ее и принеси ко мне. Я хочу, чтобы она жила у меня. А поганая сарацинка, которая спряталась и все подслушала, решила, что эта голубка не сулит ей ничего доброго. На следующее утро голубка снова опустилась на открытое окно кухни. Сарацинка с вертелом в руках бросилась на голубку и убила ее. Голубка умерла, но капелька ее крови упала в сад. И на этом месте выросло гранатовое дерево. Это дерево обладало удивительным свойством. Стоило умирающему съесть один гранат, как он тут же выздоравливал. Перед дворцом всегда была длинная очередь людей. Они как милостыню приходили просить у уродливой сарацинки плодов чудесного граната. Когда на дереве остался один гранат, самый большой, уродливая сарацинка решила, этот плод я лучше себе оставлю. Раз пришла ко дворцу старушка и стала уговаривать сарацинку, отдай мне этот гранат, старик мой умирает. Этот гранат последний, он мне и сама пригодится, сказала сарацинка. Но тут мешался принц. Отдай гранат бедной женщине, ведь у нее умирает муж. Старушка получила гранат и возвратилась домой. Но старик уже умер. Ну что же, сохраню этот гранат как украшение, решила старушка. Каждое утро старушка уходила в церковь, а когда возвращалась, в домике все было прибрано и обед приготовлено. Что за дива! Она понять не могла, кто о ней так заботится. Старушке в голову не пришлось, что всякий раз, как только она уходит из дома, из граната появляется прекрасная девушка, а потом снова прячется в гранат. Пошла однажды старушка на исповедь и обо всем рассказала духовнику. А тот ей посоветовал, завтра сделайте вид, будто уходите в церковь, а сами спрячьтесь за дверь. Вот и узнаете, кто в доме хозяйничает. На следующее утро старушка как будто собралась в церковь, а сама спряталась за дверь. Девушка вышла из граната и принялась убирать дом и готовить обед. Старушка поскорее вышла из-за двери, а девушка не успела вернуться в гранат. «Откуда ты?» — спросила ее старушка. «Мир тебе, добрая старушка, только не убивай меня. Я вовсе не думаю убивать тебя, я только хотела узнать, откуда ты взялась». Я вышла из граната, и девушка рассказала всю свою историю. Старушка одела ее в крестьянское платье, ведь сама старушка была крестьянкой, а в воскресенье повела с собой в церковь. Принц тоже был в церкви. Он увидел девушку и воскликнул. «О, Господи!» «Да ведь это та же самая девушка, которую я оставил на дереве у ручья». После мессы принц остановил на улице старушку и спрашивает. «Откуда у тебя эта девушка?» «Не губите меня!» — взмолилась старушка. «Не бойся!» — успокоил ее принц. «Я только хочу знать, откуда она?» «Она из граната, которую вы мне дали». «Как?» «Она тоже из граната!» — воскликнул принц и повернулся к девушке. «Как ты попала туда?» Девушка все ему рассказала. Принц вернулся во дворец вместе с девушкой и велел повторить все при поганой сарацинке. «Ты слышал?» — обратился принц к сарацинке, когда девушка кончила свой рассказ. «Но я не хочу осуждать тебя на смерть. Сама выбери себе наказание». Видит поганая сарацинка не уйти ей от кары и говорит. «Пусть вымажут меня смолой и сожгут на площади». Так и сделали. А принц женился на девушке белой, как молоко, и румяной, как кровь. «Пусть вымажут меня смолой и румяной, как кровь.